МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одного убили, другого ранили, свидетели вывезли в другой город, в Урае вынесли приговор главарю криминального сообщества. Двух сургутян обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и легализации дохода, полученного преступным путем. В нефтьюганске полицейские пресекли деятельность подпольного казино. Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло» в ближайшую несколько минут у самых заметных ЧП в Сургуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. Нефтьюганские сыщики завершили расследование уголовного дела против 27-летнего жителя города. Он обвиняется в убийстве. 1 мая 2023-го между фигурантом и его 26-летней сожительницей произошла ссора на фоне совместного распития алкоголя. Во время конфликта мужчина нанес потерпевшей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте преступления. Вероятного преступника задержали и поместили под стражу. По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Расследование завершено, материалы переданы в суд. А в Урае уже вынесли приговор по серии резонансных преступлений, имевших место 6 лет назад. 17 августа 2017-го в лесу подсудимый из хулиганских побуждений выстрелил из ружья в двух мужчин, с одним из которых ранее у него был конфликт. Один из потерпевших скончался на месте, другой получил ранение. В тот момент с преступником находились двое его сообщников, знакомых. Также свидетелями преступления стали трое молодых людей, которые приехали на автомобиле совместно с потерпевшими. Одному из свидетелей удалось скрыться в лесу, а двух очевидцев, девушку и юношу, подсудимый и его подельники, похитили. Усадили их в машину и вывезли в Екатеринбург. Автомобиль убитого сожгли. Позже все фигуранты были задержаны. Это уголовное дело рассматривал суд присяжных. Главный обвиняемый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура Лангипаса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в незаконном обороте сильнодействующих веществ, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. По версии сыщиков, с сентября прошлого года житель Лангипаса занимался сбытом сильнодействующих веществ лекарственной группы через интернет. К этой работе он привлек супругу и мать. Обвиняемые приобретали оптовые партии медикаментов, расфасовывали их, размещали в тайниках. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в апреле этого года. Из незаконного оборота тогда изъяли свыше 700 капсул препарата, содержащего сильнодействующие вещества общей массой более 280 граммов. Один из обвиняемых легализовал полученный доход путем совершения финансовых операций на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Лангипасский городской суд для рассмотрения по существу. И еще одно уголовное дело по статье о наркотиках, так называемой народной статье, отправится в суд Сургута. Двух местных жителей обвиняют в покушении на незаконный избыт наркотиков с использованием интернета, группы лиц по предварительному сговору в крупном размере и в легализации денег, полученных преступным путем. Следствием установлено, что в марте 2023-го мужчины получали партии синтетических сильнодействующих веществ, фасовали их и размещали в тайниках-закладках. Преступления совершались через глобальную паутину, что исключало визуальный контакт между участниками группы и покупателями. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при попытке реализовать очередную партию наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 150 граммов сильнодействующих веществ синтетического происхождения. Кроме того, наркозбытчики легализовали полученный доход, совершив финансовые операции на сумму свыше 700 тысяч рублей. Обвиняемым грозят продолжительные тюремные сроки. А в Нефтьюганске полицейские пресекли деятельность подпольного казино. Правоохранители получили оперативную информацию, что в нежилом помещении в пятом микрорайоне города проводят азартные игры с помощью компьютеров. На них установили симуляторы так называемых одноруких бандитов. Силовики лично убедились в том, что игорный клуб работал. На месте находилась 32-летняя хозяйка бизнеса. Из заведения изъяли 9 системных блоков и 156 тысяч рублей. А по месту жительства подозреваемые в ходе обыска нашли бухгалтерскую документацию и 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация проведения азартных игр» в отношении подозреваемой избранной меропресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские сургуты раскрыли кражу велосипеда, которая была совершена в начале лета. Более двух месяцев назад в ОМВД крупнейшего города Югры поступило заявление о том, что из подъезда дома на проспекте Мира пропал велосипед стоимостью 9 тысяч рублей. Подозреваемого спустя некоторое время удалось установить. Это ранее судимый за аналогичный проступок 23-летним мужчинам. Он рассказал, что в один из дней двигался пешком и в какой-то момент решил до пункта назначения доехать на велосипеде. Первый подъезд дома, мимо которого он проходил, был закрыт, а в следующий он попал беспрепятственно. Выбрав транспортное средство, он выдавил личинку антикражного тросика, вынес из парадной и уехал через несколько дней. Раму от украденного велосипеда он выбросил, а колеса переставил на свой, а через несколько дней продал. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. На этом все. Это была программа «Что произошло». Вступайте в нашу группу во Вконтакте. Также читайте наши новости на сайте www.indefisnews.ru и в телеграм-канале ОМедиа. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА